Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Территория зла». Приятного просмотра! Отряд Дельта получил задание освободить агента ЦРУ, которого на юге Филиппин схватил известный торговец оружием. У сержанта Кинни опыта немного, и он очень нервничает. На военной базе в Лас-Вегасе капитан Гримм с позывным Риппер тоже переживает, ведь проиграла его любимая баскетбольная команда. Для него операция также начнется через 15 минут. Оператор беспилотника будет оказывать поддержку с воздуха. Молодняк на базе постоянно пялится в телек. Сейчас проходит баскетбольный турнир. Риппер просит их прислушиваться к телефону. Его жена находится на последнем месяце беременности и может позвонить в любой момент. Сержант Кинни – наводчик. Когда станет горячо, он укажет координаты и запросит бомбардировку. Наводчик признался, что сегодня его первое боевое задание. Остальные вояки этому не обрадовались. Пришло время десантироваться с высоты 4000 метров. Кинни запаниковал и долго не мог раскрыть свой парашют, но все обошлось. Теперь необходимо добраться до цели. За их перемещением с воздуха будут наблюдать Риппер и его напарница, старший сержант Брэнсон. Парня занеслось сюда случайно. Он опоздал на поезд из-за диареи и начальство решило, что наводчик будет полезен на этой миссии. Так он оказался в компании элитного отряда Дельта. В трех километрах до цели они заметили какое-то движение и попросили операторов проверить, что там. Наводчик получил картинку, беспилотник их видит. Но, к сожалению, электроника подвела и проверить территорию впереди не удалось. Беспилотник придется вернуть на базу для ремонта, а другого у них нет, поэтому нужно будет зачистить местность по старинке. Отряд двинулся вперед и чуть не расстрелял пробегавшую мимо хрюшку. Что за хрюшка? Свинья, тупица. Я фотку тебя в бумажнике. Дебил. Спецназ добрался до базы. Командир приказал военным занять позиции и внимательно изучить местность, подсчитать количество врагов. Бишоп в прицел увидел главного, торговца оружием Перейру со своей семьей. Говнюки в штабе отключили звонок на телефоне, чтобы он не мешал им смотреть баскетбол. Кажется, им плевать и на свои обязанности, и на жену Рипера. На базу приехали несколько машин с повстанцами из Абусаяв, вооруженной исламистской группировки, которая действует на Филиппинских островах. К Перейре приехал сам Саэт Хашими, глава Абусаяв. Наконец, беспилотник починили, и оперативники снова обрели глаза в небе. Наводчик передал координаты, и Рипер обнаружил вражескую базу. Видимо, террористы сюда приехали, чтобы закупиться оружием. Вдруг Хашими достал пистолет и подстрелил Перейру. Началась бойня. Боевики перестреляли всю охрану. На глазах у Перейры Хашими отрубил голову его жене. На этой земле ты живешь, пока тебе позволяет Абусаяв. К нему подтащили сына, чтобы казнить его. Военные решили, что нужно действовать. Рипер захватил цель и выпустил ракету Hellfire. До удара 30 секунд. Это долго. Поэтому сержант Айбл открыл огонь и ранил Хашими в ногу. В этот момент ракета достигла цели. Во время взрыва мальчишка смог убежать вместе со своей няней. Кинни занял не самую удачную позицию над входом в пещеру. Противник оказался прямо под ним. Один из них уже учуял американца. Но филиппинцы уже были на прицеле и всех троих ликвидировали одновременно. Правда, в Кинни успели кинуть гранату. И он свалился со своей позиции вниз. Бойцов стали окружать со всех сторон. Началась серьезная заварушка. Снайпер Бишоп побежал ближе к товарищам, чтобы прикрывать их. Вскоре командир отряда Айбл был серьезно ранен. На базу подъехала еще одна машина. Из нее вышел боец РПГ и выстрелил в американцев. Айбл получил еще одно ранение. Наводчик успел его прикрыть. Но, к сожалению, в этом уже не было смысла. Через несколько секунд Айбл скончался. Кинни нужно взять себя в руки и указать риперу координаты гранатометчика. Оператор обнаружил цель и запустил ракету. К сожалению, пока она летела, гранатометчик сделал еще один точный выстрел. Не повезло Шугару и Бишопу. Несладко пришлось и Кинни. Наводчика засекли и открыли по нему огонь из пулемета. Кинни съехал со скалы и спрятался среди деревьев. Наводчик доложил, что весь отряд пал в бою и попросил просканировать местность. Риппер сообщил, что все чисто и он может двигаться к месту эвакуации. Но Кинни охватила паника. Он застыл на месте. Риппер накричал на парня и только тогда тот двинулся вперед. До зоны посадки вертолета 5 километров. Вдруг его со всех сторон стали окружать боевики. Сержант спрятался, надеясь переждать. Однако несколько филиппинцев подъехали сюда с собакой. Пес нашел американца и стал гавкать. Враг подошел совсем близко. Но животное утратило интерес к Кинни и вернулось к хозяину. Риппер сообщил, что дальше чисто. И подсказал, где находится нужная тропинка. До зоны посадки оставалось пройти еще один километр. Риппер старается отвлечь парня разговорами о пицце и баскетболе. Наконец Кинни добрался до зоны эвакуации. Вертушка прибудет через 3 минуты. Скоро этот ад для него закончится. Пилот увидел своего бойца и начал снижаться. В этот момент по Кинни стали стрелять. Его спас бронежилет. Противник стягивает сюда силы. Пулеметчик открыл по ним огонь. Но когда по вертолету в ответ стали стрелять из РПГ, пилот понял, что пора сваливать. Он пообещал Кинни, что вернется, как только сможет. Наводчик проводил вертолет взглядом. И побежал вперед под градом пуль. Ему сейчас может помочь только Риппер. Оператор выпустил по врагу последнюю ракету. 20 секунд и отряд боевиков взлетел на воздух вместе с машинами. Однако Кинни легче не стало. Его продолжают обстреливать со всех сторон. Риппер пуст. Зато сюда подлетел бомбардировщик, который поразил ракетами большую зону. Чуть не накрыло самого Кинни. А на военной базе свои проблемы. Что вам, рядовой? Меня тут послали собрать заказы для доставки. Чего? Перекусить. Ты что, совсем спятил? Рядовой, вон! Наводчик попросил пилота зайти на второй круг. Он все еще находится в зоне поражения. Но выбора у сержанта не было. Отстреляв в боезапас, пилот вернулся на базу. Риппер сообщил, что на первый взгляд все чисто. Но, возможно, враг теперь просто лучше прячется. Есть еще одна зона посадки. Она в двух километрах от Кинни. К тому же придется преодолеть холм. Измотанный сержант побрел вперед. Он оступился и свалился в реку. Сержант Брэнсон заметила впереди трех противников. Кинни нужно срочно найти укрытие. Увы, его винтовка осталась наверху. Сержант стал отстреливаться из пистолета. Дальше пришлось падать с водопада и прятаться в воде среди скал. Кинни продолжил движение по течению, но его все-таки вычислили и схватили. Риппер сообщил о ситуации полковнику и попросил остаться в кресле, чтобы продолжить операцию. Он еще достаточно бодр и внимателен. Кинни связали и оставили в какой-то хижине. Оказалось, что сержант Шугар выжил. Он перестрелял охрану Кинни и освободил его. Теперь он собирается освободить снайпера Бишопа и надеется, что молодой боец ему поможет. Шугар нашел тайник с оружием и, собрав все запасы, направился в лагерь Абу Саяф. Из пустой бутылки и пары проводов Кинни соорудил антенну. Он забрался наверх по скале и связался с риппером. Сержант сообщил, что они возвращаются за своим. Им будет нужен бомбардировщик, который разнесет вражескую базу ко всем чертям. Наводчик выбрал координаты, куда будут сброшены бомбы. Три бомбардировки будут производиться с интервалом в 15 минут. Первые две атаки отвлекут внимание. Последняя уничтожит пещеры террористов. Полковник требует, чтобы риппер отправлялся домой. Он и так уже переработал 10 часов. Все, риппер, освободи кресло. Иди в жопу, Хокинс. Мужик сопротивлялся до последнего, но полковник перешел к угрозам. И рипперу пришлось подчиниться. Шугар посчитал количество врагов и проинструктировал зеленого бойца. Как бы то ни было, сегодня ты стал элитой. Будут больше платить? Просто звучит круче. Когда до первого удара оставалось 12 минут, оперативники пошли в атаку. Добежав до шатра, Шугар убил противника из пистолета через подушку. Далее бойцы вошли в особняк Пирейры. В отличие от американцев, филипинцы предпочитают смотреть футбол. Шугар хотел их по-тихому зарезать, но план провалился. Тем не менее, товарищам пришлось действовать в рукопашную. Враги были ликвидированы, но на шум прибежала подмога. Разобравшись с ними, бойцы вышли из дома. И с калашей расстреляли машину с террористами. Со всех сторон сбегаются боевики. Шугар был ранен в бок. А на Кинни напал безоружный филиппинец. И чуть не прикончил сержанта из его же пистолета. Но парня выручил Шугар. Бой закончился, когда американцев закидали гранатами. Пленников избили и закинули в клетки. В общем, план по спасению Биша попровалился. Наводчик стал рад, что на пещеры скинут бомбы. Им всем конец, если они не уберутся. Шугару никакой помощи не оказали. Он истекает кровью и вот-вот умрет. Хашими не стал этого дожидаться. И сам застрелил Шугара в голову. Добро пожаловать в Гуантанамо. Пещеру слегка тряхнуло после первого взрыва. Следующего из клетки вытащили Кинни. Его сильно избили и усадили на стул. Хашими выбирает инструмент, с помощью которого будет пытать пленника. Выбор пал на молоток и мачете. Кинни продолжает говорить о бомбах. Но главный ему не верит. Он взял молоток и выбил сержанту зубы. Далее подручные принялись топить наводчика. Хашими хочет выяснить, где прячутся другие командос. Он так и не прислушался к сержанту, который твердил о бомбах. Кинни закинули в ванну, чтобы утопить его с концами. В этот момент оператор скинул несколько бомб. Пещеры поглотил огонь, который сжег террористов. Кинни удалось выжить, потому что в этот момент он находился под водой. Теперь нужно найти путь наружу. Кинни схватил мачете и пошел вперед. Он обнаружил еще одного пленника в клетке. Это тот самый ЦРУшник, которого они должны были спасти. Сержант потащил его на себе. В другом помещении с клетками лежал Хашими. Ему было весело, пока он не заметил в руках американца мачете. Кинни пронзил его насквозь, а затем размажил голову камнем. Сержант освободил снайпера Бишопа из клетки. До финального удара оставалось 6 минут. Для этой цели сюда летит бомбардировщик. Наводчик схватил спутниковый телефон Хашими, чтобы связаться с Рипером и отменить последний удар. Однако в штабе все смотрели баскетбол. Рядовой нехотя ответил, что Рипера уже нет и продиктовал номер его мобильного. После чего повесил трубку и вернулся к просмотру матча. Кинни позвонил Риперу, который в тот момент скупался в супермаркете. Он советовался с женой, поэтому просто скинул неизвестный номер. Кинни очень повезло, что мужика подрезали перед кассой, и он решил прослушать голосовое сообщение. Услышав про отмену, Рипер тут же рванул в штаб. Он также пытается дозвониться до своих, но трубку никто не берет. Рипер наплевал на правила дорожного движения и влетел в ангар. Выжившие поняли, что им нужно спасаться, и побежали в сторону выхода. Они увидели самолет, но тот пролетел мимо, потому что Рипер в последнюю секунду прокричал пилоту «Отмена!». Коллеге он указал на оперативника, который находился в зоне поражения. Кинни все-таки удалось выжить. Рипер услышал крики, доносившиеся из комнаты отдыха. Он подошел к военным и сказал, что звонил пять раз, но в итоге телефон просто отключили. Из-за своей дурости они чуть не угробили трех оперативников. Если не возражаете, вернитесь уже к своей работе.